Продолжение следует... ...патологией гепатобилярной области занимается. И, с одной стороны, я хотел бы сказать, что, конечно, сегодняшнее мероприятие сосредоточено на технологиях интервенционной радиологии, но вот эта сессия заявлена все-таки как диагностика лечения гепатокарцинома, поэтому несколько слов о возможностях МРТ с гепатотропным контрастом позвольте все-таки сказать. Ну, я часто начинаю свои выступления с этого слайда, на котором обычно говорю, что все методы лучевой визуализации так или иначе принимают участие в оценке состояния гепатобилярной области, но большинство вопросов решается в области УЗИ, КТ и МРТ. И с точки зрения количества исследований это действительно так, поэтому, как правило, вопрос интервенционной радиологии мы обычно вот в таком ключе не поднимаем, потому что, ну и распространены они все-таки меньше, чем вот эти три метода. И определенная инвазивность присутствует, ну и, конечно, все-таки основное в них это, наверное, лечебная составляющая, да, то есть рентген, хирургия, это все-таки, наверное, прежде всего хирургия, хотя, может быть, не все с этим согласятся. Так вот, если же мы говорим именно о диагностике, то распределение лорелей обычно следующее. УЗИ это первичная диагностика, КТ это экспертная диагностика и предоперационное планирование МРТ это также экспертная диагностика, причем в диагностических случаях, в сложных случаях, когда данных КТ оказалось недостаточно, и здесь вот гипототропные контрасты играют, занимают особое место. Надо сказать, что, когда мы говорим о магнитно-резонансном исследовании, нужно себе отдавать отчет, что это чрезвычайно операторозависимый метод. То есть от того, какие методики магнитно-резонансного исследования были выбраны для сканирования данного конкретного пациента, какие были технические параметры импульсных последований, которые реализовались, насколько корректно были поставлены срезы, насколько правильно методически выполнено было исследование, применялись ли инжектор или вручную вводился контраст, как готовился пациент, насколько был налажен с ним контакт с тем, чтобы добиться хорошего исполнения команд, очень усиленно зависят результаты сканирования. И если мы обычно привыкли говорить, что УЗИ-операторозависимый метод, то вот МРТ это касается также в полной мере. Соответственно, говоря о современном магнитно-резонансном исследовании, обязательно нужно проговорить, какие методики обязательно должны в нем присутствовать, и какие процедуры применятся. Конечно, современный магнитно-резонансный исследователь предполагает обязательно получение качественных томограмм в условиях нативной контрастности, с достаточным разрешением, с достаточным соотношением сигнал-шум, с применением методик изменения тканевого контраста, обязательно должны быть программы, позволяющие исследовать целенаправленные желчные протоки, контрасты, безусловно, должны применяться, как внеклеточные, так и гепатотропные, ну и обязательно должна обходить программу диффузия. Вот, соответственно, мое выступление сегодня в основном будет концентрироваться на гепатотропных контрастах. До недавнего времени диагностика гепатокарциномы в цирротической измененной печени носила такой бинарный характер, или то, что мы видим в гепатокарциномы, или нет. Диагностика базировалась на изменении воскулиризации в ходе трансформации соответствующего очага. Да, все мы хорошо знаем, что макро-мигративный узел, как правило, имеет диспластик, портальное кровоснабжение, карцинома артериальная, и, соответственно, если мы в печени цирротически измененной видели какой-то гиперваскулярный узел, который контраст накапливает и вымывает, мы могли с достаточно большой долей вероятности говорить о том, что да, это гепатокарцинома, если нет, то рассматривался в том числе и доброкачественный характер патологии. С появлением гепатотропных контрастов картина стала более многообразной, и, да, вот от этого бинарного подхода мы потихонечку стали отходить. Ну, в двух словах, чем отличие гепатотропных контрастов от обычных классических внеклеточных контрастных препаратов? То, что внеклеточные агенты, поступая в сосудистый руст, распределяются в нем и в межклеточном пространстве, и внутрь клеток не попадает, а гепатотропные, напротив, избирательно накапливаются в гепатоцитах. Это позволяет нам оценивать локализацию скопления этих гепатоцитов и косвенно определять то, насколько эффективно они функционируют. Соответственно, как это происходит на практике? Да, есть пациент, у которого есть печень, в котором мы предполагаем наличие того или иного патологического узла, соответственно, вводим ему контрастное вещество гепатотропное. Ну и на первом этапе традиционно получаем изображение в сосудистой фазе сканирования, то есть как в применении обычных внеклеточных контрастов. Мы видим артериальную фазу, портальную фазу, отсроченные томограммы, но как только гепатотропный контраст попал в организм, он постепенно начинает накапливаться и гепатоцитами. Накапливается, накапливается, и через какое-то время вся ткань печени, все нормально работающие гепатоциты, в конце концов, становятся яркими. То есть печень была темная, стала яркой. Вот, соответственно, момент, когда вся печень усилилась, это гипотобилярная или специфическая фаза, исследование с гепатотропным контрастом, по печени в целом понятно. Что касается очага, то есть три варианта развития событий. Очаг может усилиться более интенсивно, чем остальная ткань печени, усилится так же, как остальная ткань печени усилится, но менее интенсивно, чем остальная ткань печени, и не усилится вовсе. И, соответственно, в первых трех случаях, то есть когда какое-то усиление все-таки присутствует, более интенсивное или менее интенсивное, мы можем говорить о том, что в очаге содержатся гепатоциты, которые лучше или хуже работают, но, тем не менее, они там есть. Соответственно, мы можем говорить о тканевой природе. Патологические изменения – это может быть очаговая зловая гиперплазия, это может быть гепатокарцинома, но в любом случае это гепатоциты. В последнем варианте, когда усиление отсутствует, хотелось бы сказать, что раз усиления нет, то гепатоцитов там нет, но так говорить некорректно, потому что они там могут быть, но не работать. Соответственно, в первых трех случаях, когда усиление какое-то имеет место быть, мы о тканевой природе очага говорить можем. В последнем случае говорить о тканевой природе мы не можем, но этот вариант картины усиления также нам полезен, потому что за счет того, что гепатоциты усиливаются, а патологический очаг не усиливается, на границе нормопатологии формируется очень хороший контраст, который позволяет нам уверенно выявлять эти очаги и не пропустить даже небольшие изменения. Ну, как это происходит? В ацерротическом именопечени есть узел, он изоинтенсивен остальной ткани органов в нативной фазе сканирования, он изоинтенсивен при динамическом контрастировании, соответственно, он также демонстрирует признаки изоинтенсивности и в специфическую фазу, то есть это обычный регенераторный узел, в общем-то, сомнений в этом нет. Альтернативная картина на одной из импульсных последностей, очаг становится более ярким, чем остальная ткань печени, да, то есть вот один завершенный изображение с жироподавлением. Что это? Какая-то дисплазия? Смотрим дальше. Картина динамического контрастирования полностью изоинтенсивно остальной ткани печени. Узел также демонстрирует изоинтенсивные характеристики на томограммах с гипототропным контрастом. Соответственно, о дисплазии здесь говорить не приходится. Обычный регенераторный узел, ну, вероятно, с избыточным содержанием гликогена. Далее, тоже цирроз, узел, который демонстрирует активное накопление препарата в артериальную фазу. Далее, вымывания как такового нет, но все-таки признаки гипервоскаллизации есть. То есть о дисплазии какой-то мы уже говорить можем, но о гепатокарциномах это или нет. Смотрим, опять же, на изображениях с гипототропным контрастом, очаг изоинтенсивно остальной ткани печени, то есть пока о гепатокарциноме говорить рано. Ну и крайний вариант, когда классическое накопление в артериальную фазу, классическое вымывание, соответственно, сниженный захват препарата в специфическую фазу, ну, вот типичная картина гепатокарциномы, которая не требует дополнительного морфологического подтверждения. Говоря о гипототропном контрасте, нужно акцентировать внимание на том, как правильно оценивать это усиление, есть оно или нет. Вот в данном случае у пациента крупное образование в правой доле печени, соответственно, если мы посмотрим на изображения с гипототропным контрастом, видим гипоинтенсивный характер относительно остальной ткани печени, ну и, соответственно, как здесь оценивать, накопило или не накопило. Сравниваем с изображениями в нативную фазу, да, слева расположенной, и вот если мы сравним эти два изображения, станет очевидно, что все-таки накопление имеет место быть, поэтому в данном случае также речь идет о гепатокарциноме. Препарат позволяет нам уверенно дифференцировать гепатокарциному в целом и рядом состоянии, ну, прежде всего, с очагово-узловой гиперплазией, которая практически всегда будет накапливать контраст в специфическую фазу. Вот в данном случае неоднородная ткань печени, измененная структура, два крупных образования, специфическую фазу, активно накапливающий контраст, никаких сомнений в том, что речь идет о очагово-узловой гиперплазии, здесь не возникает. Еще один вариант, тоже пациент с сирозом, тоже неоднородное образование, накапливающее активно контраст в артериальную фазу, гиперваскулярная, тоже в мысль возникает о гепатокарциноме, но изображение специфической фазы характеризуется гиперинтенсивным сигналом, что говорит о доброкачественном характере поражения, ну, и в данном случае это также очагово-узловая гиперплазия. Препарат позволяет нам разобраться с множественными очагами в печени. И вот в данном случае у пациента, опять же, цирроз, множественные очаги и несколько гиперваскулярных образований. Одно в правой доле. Так, вот оно, извините, да? Другое, соответственно, в левой доле. Оба активно накапливают контраст в артериальную фазу. Есть признаки вымывания в венозную, соответственно, отмеченные стрелочками. Но на изображениях с гипототропным контрастом очаг в левой доле демонстрирует сниженное накопление контраста, а в правой доле абсолютно из-за интенсивной остальной ткани печени. То есть в данном случае, конечно, левая доля вызывает наибольшее опасение. Именно с этим очагом в первую очередь нужно определять, чем заниматься. Ну и в ряде случаев гипототропный контраст помогает выявить или подтвердить альтернативные варианты патологии. Вот в данном случае также пациент с крупным образованием в правой доле печени. Ему выполнялось наружно-внутреннее дренирование, соответственно, через левую долю. И, как вы видите, да, вот дренаж проходил, соответственно, нанес травматические повреждения. И в левой доле присутствует зона с нечеткими контурами, там неправильные формы. Ну, так как мы ввели этого пациента и, в общем-то, знали ход развития событий, то вопросом в том, что это там специфическое или не специфическое поражение у нас не было. Но если бы это было не так, вопросы могли бы возникнуть. И, как вы видите, на изображениях с гипототропным контрастом сигнал полностью из-за интенсивного, что говорит о том, что ни о каком-то специфическом поражении речи не идет. То есть, в данном случае это обычный гипотоцит. Гипототропный контраст эффективен для дифференциальной диагностики, а также для выявления очагов и более четкое проведение границы опухоли. Вот в данном случае гипотокарцинома. В общем-то, сомнений ни по данным МРТ, ни по данным КТ о том, что патология какая-то имеет место быть в левой доле, нет. Но, конечно, и на нативных МРТ, и на компьютерных томограммах, в том числе с контрастом, границы опухоли провести достаточно сложно. С применением магнитно-резонанса томографии ситуация несколько лучше. Но, конечно, лучше всего эта граница проводится, и очевидно, на исследованиях с гипототропным контрастом. Действительно, гипотокарцинома, как правило, не накапливает или плохо накапливает контраст в специфическую фазу, но справедливости ради, надо сказать, что описаны случаи гиперинтенсивного накопления. Пишут, что часть этого происходит с определенным видом высокодифференцированных гипотокарцином, но все-таки это довольно редкие случаи, о которых, наверное, надо знать, но, например, нам в опыте они ни разу не встретились. Говоря о гипотокарциноме, нельзя не сказать пару слов о системе ЛАЙРАЦ, так же, как и другие системы стадиирования, стратификации, классификации, она преследует цели некой стандартизации, стандартизации в оценке, стандартизации в маршрутизации пациента. В данном случае речь идет именно о данных лучевой диагностике. И уже в этой системе исследование с гипототропным контрастом уделено определенное внимание и, скажем, с точки зрения оптимальных подходов для выявления вспомогательных критерий, ну вот рекомендации даны, в том числе и для исследований с гипототропным контрастом. Безусловно, очаговое поражение печени, в том числе гипотокарцинома, это основная точка приложения гипототропных контрастов, но потенциальные возможности значительно шире, существует много работ. Если попытаться их все как-то систематизировать, то в основном они укладываются в три основных направления. Это исследование, которое предлагает попытаться применить препарат для оценки функций печени, так или иначе. Это ситуация, когда предлагают с помощью этого контраста исследовать желчеводящие пути. Вот в данном случае справа картинка, это не магнитно-резонансная, не МРХПГ, да, не магнитно-резонансная холангия панкреатикография, это не Т2-звешенные изображения, это Т1 с гипототропным контрастом. Мы видим, как контраст поступил в желчные протоки, как он вывелся в кишечник, и как часть его элиминируется посредством мочеводелительной системы. И вот крупное образование, которое видно в печени, это очагово-узловая гиперплазия, которая хорошо здесь видна, потому что она этот контраст накопила. Ну и третье направление, это различные варианты сочетания гипототропных контрастов с неклеточными препаратами, попытки обсуждения дозы, концентрации введения и многое-многое другое. Как бы то ни было, на данный момент, если мы говорим именно о диагностической составляющей, по крайней мере в рамках тех трех методов, которые я исходно озвучил, то магнитно-резонансная исследовательность с гипототропным контрастным веществом с точки зрения выявления дифференциальной диагностики считается оптимальным, золотым стандартом, хотя, возможно, у Павла Васильевича на это есть свое мнение. Спасибо всем большое за внимание.